Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 901. События дня. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Эфесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавы. За 4 июня 2018 года. Рустик. Мир вам, Игнатий Тихонович. Тут такое дело. Рентгенолог. Уже есть СИЗО, к сожалению. Я был в одной из частей нашей армии. Там у них есть должность фельдшера. За бороду я сказал, что брить не буду. Оружие только на стрельбах, тренировках. Комбат счастье сказал, что мне разрешают с бородой, если какие-то проверки будут прятать. Риск есть. Бывают обстрелы. Как вы думаете, можно ли идти мне в армию, помогать раненым? Или все-таки лучше сидеть на старой работе и не дергаться? Я отвечаю. Исайя 30 глава 7 стих. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им силой сидеть спокойно. Ну, тут пошла дальше у нас переписка. Что там платят больше. Ну, тогда иди. Сергей Игнатов. Спасибо, Христос, дорогой Игнатий Тихонович. Увидел тебя в скайпе и не удержался, чтобы поприветствовать. Все твои уроки помню. У меня сердце щемило за Романа Малыша, когда он спорил за свою плоскую землю. И за Никиту Колесниев, когда он допускал неуважительный тон и вообще не с тобой. Ни за кого я так не переживал, как о них. Очевидно, не напрасно. Желаю, Игнатий Тихонович, чтобы любимый тобой и всеми нами Господь оберегал тебя от всякого зла. Аминь. За 4, 6, 18. Вот, посмотреть по скайпу. Вот Рустик, мы с ним переписывались. Дальше. Мы тут еще немножко переписывались. Сидите дальше на копейках в больничке. Ясно. На мой ответ так вот это. Зашел к одной из медсестер в больнице. Медсан счастье. А она мне бороду брить не будете? Я сказал, нет. Она мне. Ясно, вы свободны. Поговорили. Единственное. Врачом я зарабатываю сейчас 8 тысяч с копейками в месяц. В армии фельдшером 25 тысяч в месяц. Соотношение интересное. Эх, я пишу. Ну так иди же на 25 тысяч. Только не ворчи. День понедельник был. День понедельник был. Решили мы все-таки у лагеря посмотреть. Тем более, в воскресенье там зашел один человечек и начал ломать ограду. Ну, она гниловатая все. Ну, давай на тележке туда тащить столбы. Столбушки какие. Ну, и городить. Надо копать. В ручную промазывать. Ну, так целый день прошел. Думаю, это много сделали. Практически охватили все вокруг. Слабая такая оградка-то. Но все-таки сделали. Укрепили. Теперь надо привязывать к солбам. А тут известие получило необходимость быть в Барнауле. Вот тоже поехал. Как? Помолился и говорю. Господи, ответь мне еще за отца Акима. Как? Ехать, не ехать? Сам-то думаю, ехать. Ну, пошел советовать все. А он говорит, ну, поезжай тогда. Теперь пошел с Игорем договориться, чтобы он взял меня. Во сколько, чего, как, туда уехать и обратно вернуться в этот день. День уже как пропал, сказать. Ну, не так, как есть. Меня-то здесь не будет. Еще нет. Ну, все, договорились. Дальше поехал по деревне, которая так люди знают, что молятся свободные пенсионеры. Попросил молиться. К Серафим Игореву заехал. К Нианиле Глушковой, кто нас знает. А тут пришли братья, священник Николай и протодиакон Сергей Бурдин. Ну, тоже давай вопросы там задавать об увеличении веры. Ну, рассказал, как вот у меня бывает. Тоже, вот день-то и прошел. Это событие за один день. Ну, вот, немножко я могу еще добавить. День-то как, целый день работали, работали. Показывать, какие ресурсы у нас. Вот первое, это мой мир. Мой мир, очень люблю ее. Тут и переговоры ведешь. Это вот наш форум. Видеоканал. Вот тут выставил сегодня уже, за воскресенье было собрание. Но они выставляются не в таком порядке, как приехали. Да, это не важно. Богослужения. Больше ничего пока и нет. Если бы было еще что-то, тут поставил бы. Богослужения идет. Я был причастник. Тут все показано. И во свете Библии большой, наверное, библейский сайт. А здесь у нас идет 13-й пункт. Я все беру, дети, лагерь стану. И вот сколько прошли уже. Немножко показать здесь. Вопрос. 2795-й. 13-й том открытым оком. Ведется ли какая-то определенная духовная работа с детьми в Потеряевке? Ответ. У всех родителей верующие и воспитание – дело совести родителей. В школе учителя – все верующие. Справляются все религиозные двунадесятые праздники и престольный праздник. В чем участвуют и дети. Каждое воскресенье работает воскресная школа. Летом дети многие были в нашем православном лагере Стане. Жили и работали там. Ну, это лет, может быть, 15-20 назад это было сказано. Все родители благодарят за изменения, какие происходят в детях в лучшую сторону. Этим летом построили зал для царствия, где все дети в Потеряевке по группам собираются. И Надежда Васильевна ведет с ними занятия. Она учительница-профессионал, у нее есть программы на разные возрастные группы. Детям нравится, с детьми работает. Они с большим удовольствием приходят на занятия без всякого принуждения. И, конечно же, все дети – участники богослужений. А они бывают не реже двух раз в неделю. Если посреди недели праздники или памятные даты, тогда четыре и более богослужений на неделе. Дети причащаются и ходят на исповедь. Из-за проступки выходят, как отлученные соглашенными. Все одеты по церковной форме. Взрослые за всеми детьми присматривают. Успехов особых не видно. Но что можно, то делаем. 1 Коринфянам 3, 7, 8. Посему и насаждающий, и поливающий – есть ничто, а все – Бог возвращающий. Насаждающий, и поливающий – суть одно. Но каждый получит награду по своему труду. Все-таки по трудам будет, а не потому, что за тебя молиться будут. Марк 10, 20. Он же сказал ему в ответ, Учитель, все это сохранил я от юности моей. Сирахов 7, 25. Есть у тебя сыновья, учи их, и с юности нагибай шею их. В зачатке тушится нешуточный пожар. Так не жалейте же воды и на окурок. Чтоб не хлебать впоследствии угар, Ищат и дым, что не предвиделось дуру. Пока дитя на лавке поперек, Корщуй неутомимо жунг летерней. И не смущайся, что оно орет, Считая наказание потерей. Пари его за лень и озорство, Не позволяй якшаться с негодяем. Слезу подмешивайте, как цемент в раствор, Тогда по воску в гору ваш осел потянет. Пока ребро податливо и мягко, Формуй его, твори добрую невесту. Змей и сегодня хитро жалит в пятку, Лишает девственности и девищей чести. В зародышу руби и отсекай, Счастолюбивые у отрока поступки. Не переборщи со строгостью, Без делью не ласкай, Дабы не скрежетать заламывая руки. Лень зарождается от долгого спанья, От похоти, когда с питьем в обнимку. Тревогу бей, чтоб не пришлось пенять, Достаток уплывет с последней ниткой. Всех революций, ересей исток, Казался будто детская проказа. Сверчок плюгавенький забыл про свой шесток, В дракона лютого смог превратиться разом. К добру забытому прослыть бы первозванным, Дать благовестию и начало в данном месте, Вести в словарь слова Христу Асанна, Творец наш Иегова, душа моя невеста. Закончив путь с болячками земными, Войдем в бессмертие, ему начало здесь. Крест драгоценный, агнес нежно снимет, Всему начало дал его Голгофский крест. 5 августа 2005 года. 13 лет назад стихотворение было, А ответ-то даже неизвестно, когда, насколько раньше. Вот так. Дальше вернусь назад. Вопрос 2798-й, 13-й том, открытым оком. Вы устраиваете игровые площадки для детей, А это не запрещено писанием? В житиях святых часто подчеркивается, Что еще будучи маленькими, Святые не забавлялись играми, а молились. Ответ, молиться никому у нас не запрещено, Но дети развиваются, им нужно больше двигаться. Кроме того, у нас поставлено так, Что желающий пройти по буму, Быть на качелях, на любом снаряде спортивном, Должен получить от старшего, Или от родителей на то благословение, Положить три поклона с крестным знамением, И только тогда играть. Игра детей не запрещена, была бы Господом. И об игре не говорилось осудительно, Приводя игры детей, в пример, в укор взрослым, Которые на играх тоже могут полезному научиться. Матфея 11, 16, 17. Но кому уподоблю род детей? Он подобен детям, которые сидят на улице, И обращаясь к своим товарищам, говорят, Мы играли вам на свиреле, и вы не полисали. Мы пели вам плащевные песни, и вы не рыдали. Исайя 11, 8. И младенец будет играть над норою яспеда, И дитя протянет руку свою над гнездом змеи. Захария 8, 5. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, Играющими на улицах его. Получилось, что на площадке 15 объектов игровых и спортивных. Пришлось вырыть 47 ям под столбы. Труд уже оправдывает себя. После занятий дети все вместе занимаются. Стол новый для чтения отдыха тут же вырыли в землю. 16 сентября 2005 года, после литургии, В день престольного праздника в поселке Потеряевка, Наш правящий архиерей, епископ Евтихий, Окропил водой спортплощадку и игровые снаряды для детей, Где молились и все дети. А что касаемо дожитий, То вот как в них написано о святых. 4 января Евстафий, сербский, избегал суитных игр. 9 января Филипп, митрополит, Чуждался детских игр и забав. 12 января Сава, сербский, Забавы мирские его не прельщали. 13 января Иринар Харастовский, Не занимался играми. 17 января Антоний Великий, Не предавался забавам. 18 января Афанасий Александрийский, Во время игры дети выбрали его епископом. Он ставил других детей в пресвитеры И крестил детей в море, Произнося все правильно по православному исповеданию. Заметили это духовные деятели, Разобрали на совете и признали, Что крещение действительным. 23 января Геннадий Костромской, Я не хочу заниматься детскими играми. 25 января Григорий Богослов, Детские игры ненавидел. 7 февраля Лука, Оставлял игры и заботы. 17 марта Макарий Калязинский, Удалялся детских игр забав, Живя в миру, вел монашескую жизнь. 1 апреля Ефимий Суздальский, Шуждался товарищей детских игр. 4 апреля Иосиф Песнопевец, Уклонялся от отроческих игр. 6 апреля Ифтихий, Когда в детстве играл, То говорил, я патриарх. 17 апреля Зосима щуждался Дурных юношеских обычаев. 26 апреля Степан Пермский Избегал общения с развращенными И проводящими время в суете, Играх и забавах. 3 мая Феодосий в детских играх Не участвовал. 18 мая Гликерия, При народных праздницах Бег с факелами. Она обличила это. 15 мая Ефросин Ни к играм, ни к зрелищам Не был склонен. 16 мая Муза. Богородица сказала ей, Воздержись от детских игр. 19 января Иоанн Угличский Не любил детские игры. 23 июня Ивсееве играли в мяч. И он попал под колеса проезжающего епископа-юретика. Дети считали мяч оскверненным И ощущали его, Кидаясь через огонь. 5 июля Афанасий Афонский в играх Хотел быть не воеводой, А игуменом. Интересно, как все-таки. 12 июля Макрина Время не проводила в играх. 21 июня Семен Юродивый Плясал под бубен И играл на свиреле. 30 августа Александр Невский Не предавался детским играм, забавам. Учился езде на коне И владеть мячом. Вот тут правильно. А то Левизбец, А то Акафисты любил. 9 сентября Иосиф Волоколамский Презирал детскую и суету. 21 сентября Дмитрий Ростовский Не принимал участия В детских играх. 24 сентября Никандор Псковский Не любил игр, Свойственных его возрасту. 25 сентября Сергий Радонежский Не любил детских игр И старался избегать их. Не по сердцу Беседа сверстников. 15 сентября Ефимий Удалялся обычных игр. 20 сентября Артемий Веркольский С пяти лет Отстал от детских игр. 5 сентября Ян Новый Сильно отличался Робкой Робкой Не участвовал в детских играх. 6 сентября Варлам Не участвовал в детских играх. 6 сентября Герман Калязинский Не любил детских игр И шумливой резвости. 14 сентября Филипп Андорский Не принимал участия В детских играх. Не смеялся. 15 сентября Стефан Исповедник Удалялся детских игр. 27 сентября Федор и Феофант Начертанные Ибо На челах Их враги Выжри Хульные слова. Не играли, А проводили Время В храме. Вот отношение К детским играм. А у вас как? У нас играют. Я сам играл. Жизнь человеку Для чего дана? Чтоб нервы Щекотать, Упиться Властью, Достать Побольше Денег И вина, А отведать Плод запретный, Жмурясь Страстно. Кому Завидуешь Внезапно Отомстить Быть Повратимым Скайным Лукавым. Погоню Обхитрить И сжечь Мосты Героем Стать Семинутной Славы. Подобное В истории Пестрит Похожие Ломились Стыд Поправшие. Те Дроги Дрогнули Тележный Слышен Скрип. Считать И слышать О подобном Страшно. Не зря Же Буйствует Крапива И лопух, Скрывая Проклятых Следы Их Могилы. О том При жизни Злыней Ни слова Вслух, Дабы Не быть Растерзанным И поднятым На вилы. Лишь Дух Святой Охолодить Нас Может. Открыть Завесу С истинных Красот, Что будет Завтра И намного Позже. Хор Восхвалителей Вчера Растерзанным По знакам Перестройки Тьма Завалов Авторитеты Сломлены Их книги На костер. Всех К небесам Красоты Неба Звали, Не посчитали Сдримой Засор. Учитель Наш Иисус Из Назарета, Что слышал От Отца То нам Принес В его лучах Замерзшая Согрета, Даст Плод любви Из Раскаяния Слез С щитой И мусором И менее Того Во свете Библии Покажутся Соблазны. Наперска Меньше То, Что не вмещал Вагон, Когда Засигнутого Пострывают Маски. Жизнь Смысл Имеет Только Во Христе, Родившись Выше Обновляться В духе И благовестием Распахивая Степь Слепец Прозреет В ад Живьем Не рухнет 1 сентября 2005 года Ну вот На сегодня Пока Хватит 20 Продолжение следует